Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». Доброе утро, сахалинцы! Сегодня 25 сентября, среда, осень, кажется, вступила в свои законные права. Чтобы не жалеть об окончании лета, каждый день нужно проводить с пользой. Начнем прямо сейчас. Вы смотрите программу «Солнечное утро», я ее ведущая Юлия Бель. Поехали! От дня фармацевта до дня памяти Багратиона интересные факты и приметы ждут вас в народном календаре. Готовьтесь к информационному коктейлю. Самые необычные и шокирующие новости со всего мира. Чувашский театр «Кугл» в Южно-Сахалинске. Наш корреспондент делится впечатлениями от занимательного представления. Тревога в выходные. Узнаете о способах вернуть радость отдыха от психолога-психотерапевта. Что готовят звезды? Астролог Анна Башкирова раскроет, какие события ожидают каждый знак зодиака на этой неделе. Погрузитесь в мир комиксов. Удивительные факты об этом ярком жанре искусства в нашей рубрике «Интересные факты». Присоединяйтесь к утренней зарядке с Екатериной Баландиной. Особые упражнения для здоровья и красоты. Всемирный день фармацевта. День текущих часов. Международный день кролика. День памяти российского полководца Багратиона. В календаре событий огромное количество праздников, которые можно отметить. А в народном календаре много интересных фактов о сегодняшней дате. 25 сентября 1818 года прошла первая удачная операция по переливанию крови от человека к человеку. Ее провел английский врач и детский реаниматолог Джеймс Бланделл. Пациенткой стала женщина с послеродовым кровотечением. В качестве донора врач использовал ее мужа. Он взял у него почти 118 мл соединительной ткани и при помощи шприца перелил жидкость женщине. Эта операция стала прорывом в развитии медицины. Ровно 79 лет назад состоялся самый затяжной прыжок с парашютом из стратосферы Земли. Его совершил советский инструктор-испытатель Василий Романюк, поставив тем самым мировой рекорд. Барографы показали, что экстремал покинул самолет на высоте больше 13 тысяч метров в свободном падении. Мужчина пробыл 167 секунд и раскрыл парашют только на высоте 1000 метров. В сентябре 1957 года Василия Григорьевича удостоили звания Героя Советского Союза. 25 сентября на Руси открывали сезон охоты на волков, лисиц и зайцев-беляков. В лес обязательно ходили с оберегом, который защищал от укуса змеи. Убивать присмыкающиеся было строго запрещено. Славяне верили, иначе наступит голод. Женщины и дети в этот день собирали рябину, готовили из нее отвары, целебные настойки, а часть ягод оставляли птицам. Бытовало поверье, что в облике пернатых на землю прилетают души предков, чтобы посмотреть, как живет их семья. Сегодня звезды советуют мужчинам быть осторожными и не испытывать судьбу. Предусмотрительность также не помешает в финансовых делах. Вместо покупок деньги лучше отложить на более важные цели. Женщинам астрологи предсказывают благоприятный день для деловых и личных встреч. Но о своих проблемах во время разговора упоминать не стоит. Это может оттолкнуть собеседника. А что, если я скажу вам, что следующие несколько минут могут изменить ваш день? Наша команда подготовила коктейли самых необычных, вдохновляющих и порой шокирующих новостей. Приготовьтесь удивляться. Экипаж корабля «Союз МС-25» приземлился на Землю после продолжительной экспедиции на МКС. Россияне Олег Каноненко, Николай Чуб и американка Трейси Дайсон пробыли на орбите более года – 374 дня. Таким образом, они стали рекордсменами, которые совершили самый длительный полет по программе МКС. После выхода из капсулы космонавты чувствуют себя хорошо. Впереди их ждет медицинское обследование и отправка в Москву. На данный момент вахту на МКС ведет экипаж Роскосмоса и НАСА. Далее про космос. Ученые обнаружили следы воды на поверхности Луны. Исследования показали – жидкость на спутнике связана с минералами на ее поверхности. Об этом говорит повсеместное присутствие гидроксила – молекулы с кислородом и водородом. Также водосодержащие породы могут появляться в случае столкновения метеоритов с поверхностью спутника. В будущем астронавты могут перерабатывать минералы, богатые гидроксилом, и выжимать воду из камня. В Яндекс.Браузере появился редактор текстов на основе нейросети. Разработчики предлагают создание, редактирование и смену стиля материала с любого устройства. Инструмент имеет готовые команды – более формально или простыми словами. Такой вариант использования подойдет для постов в социальных сетях. Кроме того, обновления затронули переводчик. Теперь системы способны определять тематику оригинального текста и предоставляют приближенный оригиналу результат. Дизайнер из Греции Катерина Кампране создала проект «Неудобный». Его идея – показать миру то, как важен хороший и практичный дизайн привычных нам вещей. Среди ее работ – резиновые сапоги с вырезом под пальцы, иголка с двумя ушками, самолейка и широкие пуговицы. Зрители пребывают в замешательстве и ломают голову над тем, как бы они использовали эти вещи. Дизайнер рада, что ее проект получил охват, и юзеры взглянули на мир под другим углом. Чувашский государственный театр «Кукол» побывал в Южно-Сахалинске. На острове коллектив из Чебоксар показал для юных зрителей три спектакля. Один из них посетил мой коллега. Он спешит поделиться подробностями. Пока в зале никого нет, актеры прогоняют одну из сцен своего спектакля. «Спящая карсавица» – сказка о доброй вороне. Она постоянно спит и грезит о своем принце, однако рядом с ней кружится ворон, которому она нравится. Постановка развлекательная, но каждый зритель найдет себя в том или ином образе. Вы знаете, это тоже для семейного просмотра. Дети тут находят свое, а папа и мама находят свое. Они сразу понимают, на кого они больше похожи. Конечно, это тут про ворону дети понимают, что она спит все время. Почему она спит? Она, по ходу, помогает в таких непростых ситуациях. И ежикам помогает, и бобрам помогает, и зайцам помогает. Но в конце-то концов не надо проспать жизнь, надо вовремя проснуться. Перед актерами стоит нелегкая задача – донести основную мысль без слов. В этом помогают образы кукол и декораций. Это один из важнейших этапов в создании театральной работы, чтобы погрузить зрителя в мир сказки, попутно рассказывая ее историю. То, что вы увидите в цеху, придя к нам в цех, то, что вы увидите, вы сразу не поймете даже, для чего это было куплено. Там изолоновые трубки, ППУ, клей вот такими банками. Нужно много всего закупить, нужно много всего изготовить. И тогда уже получается сказка на сцене. Чувашский театр «Кукол» давно дружит с Сахалинским. Желание обменяться опытом и гастролями поддержал Росконцерт. Гости приехали на остров с несколькими спектаклями. Кроме спящей карсавицы, коллектив привез работы «Сказка о ежике в волшебном лесе» и еще кое о чем, а также «Мишкина каша». «Мишкину кашу» мы показывали вчера, мы его привезли показать сахалинскому зрителю. Ну и отчасти от того, что его поставила режиссер Сахалинского театра Антонина Добролюбова. Мы очень хотели показать его здесь сахалинскому зрителю, потому что у нас в Чувашии его принимают очень хорошо. В октябре жители Чувашской республики смогут увидеть спектакль с Сахалинского театра «Кукол». Он покажет работы «Золотой цыпленок», «Убить Бобрыкина» и расскажите мне про красную шапочку. Вы когда-нибудь замечали, что в выходные вместо отдыха чувствуете тревогу? Возможно, вы столкнулись с неврозом выходного дня, явлением, которое становится все более распространенным. Почему долгожданные дни отдыха превращаются в источник стресса? Сегодня психолог-психотерапевт раскроет секреты этого состояния и поделится способами возвращения радости. Невроз выходного дня. Что это такое и с чем это связано? Очень большое, действительно, количество людей сталкиваются с таким состоянием. Это не то, что понятие, это такое состояние, когда мы просыпаемся в субботу и не можем расслабиться. Вроде бы мы так ждали этих выходных, мы так горели этими выходными. У нас были такие планы, что все, сейчас будет классно, я сейчас отдохну, расслаблюсь, но просыпаюсь. Кстати, многие люди просыпаются еще раньше, нежели чем в будние дни. Такие, что же происходит? Дело в том, что мы не можем расслабиться из-за того, что у нас сильно много планов на эти выходные дни. У кого-то сразу в голове нужно съездить по магазинам, закупиться там стиральным порошком и мясом, нужно с детьми там сделать домашнее задание, нужно постирать, нужно обязательно какие-то культмассовые мероприятия посетить. И все-все-все мы начинаем складывать на эти бедные два дня. Конечно же, невозможно вместить то, что вместить невозможно, собственно говоря. Из-за этого, конечно же, формируется вот этот невроз и постоянное напряжение. Что делать для того, чтобы этого не было? Во-первых, заняться своим тайм-менеджментом и распределять какие-то задачи в течение недели. Например, если вы откладываете всю полностью уборку на субботу или на воскресенье, то попробуйте немного иначе перенастроить свой быт, чтобы какие-то моменты выполнять и во все остальные будние дни, чтобы не тратить заветные выходные на одно вот это вот действие. Во-вторых, не строить сильно грандиозных планов. Выберите что-то одно. Например, вот в эти выходные я хочу посвятить себя детям и сходить в музей. На следующие выходные я хочу заняться своим здоровьем и сходить на пробежку, например. Третьи выходные я там хочу сходить в магазин и купить что-то. Тогда будет намного проще и намного легче. И у вас тогда останется время на отдых. И самое главное, вот прям людям, которым сложно отдыхать, которые чувствуют выходные дни, что они чего-то там не доделывают, и, возможно, они могли бы в это время еще там доработать, еще что-то сделать, быть более продуктивными, более мощными, осознанными. Вот прям запишите себе в ежедневник крупными буквами и выделите каким-нибудь еще маркером. Ничего не делание. Позвольте себе лечь, заварить чай, кофе, включить сериальчик какой-нибудь. И два часа, можно даже три, просто выпасть из этой реальности для того, чтобы мозг отдохнул. Время на ничего не делание – это очень-очень важно. Как для взрослых, так и для детей. И детям тоже давайте выходные дни ничего не делать. И психика ваша тогда будет намного здоровее. И, что самое главное, в будние дни вы будете еще продуктивнее, если вам этого сильно хочется. Тайны космоса раскрываются. Небесные светила шепчут свои предсказания. Какие события уготовила нам Вселенная? Узнаете первыми. Что принесет эта неделя вашему знаку зодиака? Гороскоп от астролога Анны Башкировой прямо сейчас. Доброе утро, меня зовут Анна Башкирова, я астролог. Каждую неделю я составляю этот прогноз для вас. Венера, планета любви, переходит в знак Скорпиона. И для каждого это может быть отмечено прибылью, удачей, знакомством или романтическим настроением. А вот в какой именно сфере это будет у вас, вы узнаете дальше. Овны, у вас благоприятное время для инвестиций и финансовых операций. Возможно появление временной страсти, которую вы можете спутать с настоящей любовью. Это Венера придаст жару вашим отношениям. Велика вероятность поддаться этому соблазну и натворить глупостей. Телец. Если, конечно, вы не стопроцентная зануда, то на этой неделе вы будете очень популярны в обществе. Прекрасное время для вступления в брак или перехода отношений на более глубокий уровень. Судебные решения обычно принимаются в вашу пользу, а в бизнесе возможно появление выгодных партнеров. Чаще бывайте на людях, чтобы заиметь выгодные знакомства. Близнецы. Атмосфера на работе станет более приятной. Возможно, служебные романы или светские события с коллегами. Благоприятное время для косметологических процедур и улучшения здоровья. А еще такая Венера может указывать на поощрение или небольшое повышение по службе. Раки. Вам Венера принесет романтическое настроение и может даже новое знакомство. Прекрасный период укрепить взаимоотношения с детьми или заняться творчеством. Вам больше захочется отдыхать и развлекаться. Возможно, случайные деньги или подарки, которые вы заслужили. Львы. Венера приносит вам гармоничные взаимоотношения в семье. Возможны удачные сделки с недвижимостью или обновление интерьера в доме. Отличное время для семейных вечеринок и общение с родителями. Иногда, кстати, такая Венера может указывать на появление нового члена семьи. Весы. Вам Венера принесет дополнительный заработок. Премию или другие небольшие неожиданные доходы. Женщины-весы не смогут удержаться от шопинга, а мужчины-весы охотнее начинают тратить деньги и покупают подарки для своих любимых женщин. Скорпионы. Всю неделю вы будете слышать комплименты в свой адрес. Благодаря мягкости, дипломатичности, тактичности, вам, дорогие скорпионы, всюду будут сопутствовать удаче. Отличное время для презентации себя и своих творений. Стрельцы. Для вас Венера принесет душевные переживания, влюбленность и погружение в мечты. Чувство сострадания, которое также может проснуться вас в этот период, будет притягивать к вам всех несчастных. Они будут ожидать участия и поддержки, выслушать и помочь близкому куда лучше, чем закрыться и впасть в уныние самому. Козероги. Это ваше время. Сбываются мечты и надежды. Общайтесь с друзьями, отправляйтесь в поездки, потому что может произойти очень важная встреча с женщиной, которая станет вашим единомышленником и другом. Водолей. Венера принесет удачу в карьере или новое романтическое знакомство на работе. В этот период любовные дела могут влиять положительно на профессиональную деятельность и наоборот. Кстати, брак в это время может оказаться очень выгодным. Рыбы. Отличное время для обучения и повышения квалификации. Романтическое приключение можно найти во время деловой поездки или конференции. Возможно, ситуации связаны с повторным браком или судебные дела. А теперь важная информация для тех, кто родился со 2 по 5 января, с 1 по 4 апреля, со 2 по 7 июля и с 4 по 8 октября. У вас на этой неделе переизбыток энергии, которая требует выхода. И лучше направить ее на физический труд, соревнования или другую физическую активность. Иначе она сама будет искать выход в конфликтах, ссорах или даже драках. С вами была я, астролог Анна Башкирова. Помните, все, что происходит, происходит не с нами, а для нас. Желаю вам отличного дня. Пока-пока. А теперь время для нашей любимой рубрики «Интересные факты». Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по миру комиксов. Этот яркий жанр искусства покорил сердца миллионов людей по всему свету. Комиксы – это не просто картинки с текстом. Это целая вселенная полно удивительных историй и персонажей. У каждого из нас есть любимые развлечения. Кто-то обожает книги, другие не могут жить без сериалов. А третьи предпочитают мультфильмы. Но есть особый формат, который объединяет в себе сразу несколько видов искусства. Это комикс. Комиксы – это особый вид искусства, где картинки рассказывают историю наравне с текстом. Этот формат прошел долгий путь развития. От древнеегипетских иероглифов до современных графических новелл. В отличие от обычных иллюстраций, в комиксах изображения не просто дополняют слова, а несут самостоятельный смысл. Здесь визуальный ряд и текст неразрывно связаны. Оформление страниц – важная часть работы комиксиста. Для них существует много правил и терминов, которые помогают верно выстроить сюжет. Познакомимся с некоторыми из них. Комиксы состоят из панелей, рамок с изображениями. Они отличаются по размеру и расположению. Иногда художники меняют стандартную компоновку, чтобы подчеркнуть эмоции персонажа или важный момент истории. Такой прием делает комикс более динамичным и интересным для читателя. Пузыри над головами персонажей в комиксах называют «бабл». У каждого есть хвостик, который указывает на персонажа автора реплики. Так читатель легко понимает, кому принадлежат слова в истории. Обычно такие фразы пишутся крупными буквами в моменте, когда в комиксе что-то происходит. Они называются «аноматопея» и подражают звукам ударов, взрывов и криков из реальной жизни. 3 миллиона 600 тысяч долларов – рекордная сумма, которую покупатель выложил на аукционе за 15 выпуск Amazing Fantasy. В нем впервые появился Человек-паук. Причинами такой цены стало его качество. Комикс был оценен в 9,6 баллов из 10, а также редкость. Во всем мире осталось лишь три копии выпуска. 28 мая 2011 года команда Франции из 11 художников и 111 дизайнеров представила самый длинный километровый комикс. Проект реализовали за 24 часа. Он повествовал о первобытном человеке, который учился рисовать. Энтузиасты использовали 800 килограммов бумаги и 250 маркеров. Комиксы – это уникальный сплав видов искусства, который открыл авторам простор для творчества и рассказа своих сюжетов. В них поднимаются не только развлекательные, но и философские, социальные и исторические темы. Но самое главное – кто самый сильный супергерой? А теперь перейдем к традиционной зарядке. Упражнения, которые сегодня покажет наш фитнес-тренер Екатерина Баландина, могут заинтересовать многих. Они помогут поддержать здоровье и красоту. Доброе утро! Меня зовут Екатерина Баландина, я являюсь руководителем фитнес-студии «Спортстайл». Сегодня мы с вами потренируем ягодичные мышцы без оборудования, но обещаю, что они у вас будут гореть, как положено. Для упражнения нам понадобится только пол и коврик, если он у вас имеется. Ложимся на любой бок. Ваша нижняя рука будет согнута или прямая, как удобно. Главное, чтобы вы чувствовали, что ваша шея расслаблена. То есть голова у вас как на подушке лежит. Колени ваши согнуты под углом 45 градусов. Важно, чтобы ваш затылок, лопатки, крестец и стопы находились на одной линии. Представьте, что сзади вас стена, и вы этими четырьмя точками касаетесь стены. Положите руку на подвздошные кости и со вдохом начните тянуть ваш таз вниз к пяткам. Вы почувствуете, что у вас нижний бок начинает приподниматься над полом. И на выдохе опуститесь вниз. И еще раз. Вдох и выдох. И вам важно сейчас найти нейтральную позицию таза, так, чтобы правый и левый бок у вас находились одинаковой длины, в одинаковой позиции. Далее. Приподнимаем ногу верхнюю над нижней до уровня тазобедренного сустава. То есть вы не поднимаете ногу слишком высоко. И здесь важно, чтобы ваш таз на протяжении всего упражнения оставался в нейтральной позиции. Не заваливайтесь назад, не заваливайтесь вперед. Представляете, что сзади вас стена, и вы хорошо, плотно касаетесь крестцом стены. Дальше. Положите руку сверху на колено и начните коленом толкать ладонь, а ладонью колено. Здесь вы уже почувствуете активацию средней и малоягодичных мышц. Далее. Начните прокручивать вашу бедренную кость внутрь и затем наружу. Снова внутрь и наружу. Буквально 10-12 повторений, даже меньше, и вы уже почувствуете хорошее включение ваших ягодичных мышц. Это упражнение также полезно для улучшения мобильности тазобедренных суставов. Мысленно погрузитесь в ваш тазобедренный сустав и представьте, как головка бедренной кости проворачивается внутрь и колено опускается вниз, и затем проворачивается наружу, и колено поднимается вверх. Соответственно, саму нагрузку вы можете контролировать давлением ладони в колено. Если для вас слишком тяжело выполнять это упражнение, вы можете поставить руку перед собой и упереться ладонью в пол. Также давите нижним коленом в пол и увеличивайте нагрузку на верхнюю ягодицу. У меня ягодичная правой ноги очень хорошо себя чувствует. И, соответственно, то же самое вы можете повторить. Не можете, конечно, обязательно тренируйте и правую, и левую сторону. Повторите на другую сторону, затем передохните и сделайте еще два подхода. После того, как вы потренируете ягодичные мышцы, растяните их. Для этого ложимся на спину. Согните ноги в коленях, подтяните их к себе, заведите ногу за ногу, так как будто бы вы сидите на стуле и закидываете ногу на ногу. Затем возьмите себя за стопы и начните тянуть стопы в разные стороны. Вы будете чувствовать, как у вас приятно растягивается ягодичная мышца той ноги, которая ближе к вам находится. Останьтесь в этой позиции около 30-40 секунд. Просто свободно дышите, отдыхайте. И затем поменяйте ноги. И то же самое сделайте на другую сторону. Вот такое приятное, простое упражнение вы можете выполнять ежедневно, для того, чтобы ваши ягодичные мышцы всегда оставались в тонусе. Помните, что хорошие, сильные ягодицы – это залог здоровых коленей и поясницы. Я желаю вам прекрасного дня и отличного настроения. Пока-пока. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что провели это утро с нами. В студии была Юлия Бель. До встречи на Солнце ТВ. Редактор субтитров А.Семкин